У этой нейросети довольно широкий спектр возможностей. И генерация голоса, и создание своего собственного цифрового аватара. На нашем канале, кстати, есть видео на эту тему, обязательно посмотрите. Ну а сегодня хотелось бы показать еще одну возможность, которая позволит вам заговорить практически на всех языках мира, причем прямо в вашем видео. О всех возможностях этой нейросети можно говорить очень долго, и они действительно открывают довольно широкие горизонты. Для начала нужно пройти бесплатную регистрацию, в которой вам предстоит ответить на несколько вопросов о том, как и для чего вы планируете использовать Хэйджен. Это не квиз, неправильных ответов нет. Так что ответить честно или нафантазировать – это полностью ваш выбор. После регистрации можно познакомиться со всеми возможностями нейронки, например, создание полноценного цифрового аватара или генерация голоса по тексту. Посмотреть, как это работает, можно по ссылке в описании. При этом разработчики постоянно что-то обновляют, добавляя новые возможности в кастомизации аватара. Сегодня поговорим о том, как Хэйджен переводит видео на разные языки. Посмотрим, какие есть ограничения в бесплатной версии и что нам дает подписка. Если говорить о переводе, то здесь мы ограничены тремя видео в месяц длительностью не более трех минут. Забегая вперед, сразу скажу, что в день можно генерировать не больше одного видео. Платные версии снимают эти ограничения. Обещают никаких лимитов, а возможная продолжительность видео может быть до 60 минут. Ну и, конечно, исчезают все вотермарки, которые присутствуют в бесплатной версии. И да, даже самая простая, но все же платная подписка даст возможность править перевод, если вы услышали неточности, а также дает ряд дополнительных опций, которые вы можете выбрать до начала перевода видео. Но об этом позже. Для работы нажимаем «Создать новое видео». Здесь есть два варианта – загрузить видео с компьютера или же скопировать ссылку на него. Попробуем сначала загрузить. Возьму один из шортсов, опубликованных у нас на канале. Итак, самое главное, перед стартом выбираем тот язык, на который хотим перевести. Пусть будет пока простое задание – английский. Далее для точности мы можем выбрать язык оригинала, русский присутствует и количество говорящих в этом видео. В разделе «Бренд войс» можно добавить слова, которые не нужно переводить, правда, это доступно в платной версии. Дальше несколько опций бесплатной версии и платных. Можно выбрать динамическую продолжительность для более естественного перевода, потому что продолжительность фраз на разных языках может не совпадать. Или же оставить так, чтобы четко попадать в тайминг исходного видео. Можно убрать липсинг, хотя зачем, если синхронизация губ для языка перевода и есть основная фишка хайджен. И еще несколько опций, доступных в платных подписках, например, сохранить оригинальное качество видео. Жмем дальше, соглашаемся, что эта попытка будет списана из-за лимита на месяц. Ждем. И смотрим, что же у нас получилось. Очень интересный акцент, но голос, как мне кажется, похож. Видео можно скачать, кстати. Теперь посмотрим, получится ли перевести видео, которое уже было опубликовано у нас на канале. Вставляем ссылку. Да, он ее видит, и дальше все действия аналогичны. Давайте усложним задачу. Выберем, например, датский. В остальном тоже не будем помогать нейронке, выбрав автоопределение языка, персон, говорящих видео и прочего. Лично у меня перевод по такой схеме занял чуть больше времени, чем в первом случае, и время ожидания явно не равно продолжительности видео. Что ж, давайте послушаем, что получилось в итоге. Вот если бы я еще знал датский, тогда бы прокомментировал, насколько удачен этот перевод. Ну и в конце хотелось бы показать, сколько языков понимает хайджен. Список действительно впечатляет. Особенно, что оригинальное видео он понимает даже с учетом региональных специфик, как, например, в ситуации с испанским. Возможность, конечно, очень интересная, и в перспективе поможет масштабировать ваш контент. Да, многие, конечно, скажут, что видео получилось не очень естественным, несколько пластиковым, может быть, не совпадают интонации или слышны ошибки перевода, но я уверен, что все это вопрос времени. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, теплица социальных технологий.